Часто бывает в жизни, что одной профессии человеку недостаточно. Освоив и с успехом используя одну, душа стремится познать что-то новое. Увлечение превращается в хобби, затем формируется в нечто более глубокое и серьезное. Будучи режиссером, однажды он начал фотографировать. Изначально фотографировал с помощью телефона, но потом понял, что этого мало. Я видел кадр, но не мог поймать его, получить правильный цвет. Тогда приобрел фотоаппарат и начал изучать фотографию всерьез. Осваивал секреты профессии, свет, композицию. Владимир вырос в Арцахе, в священном для армян городе Шуши. Работал там же, был режиссером Государственного театра имени Макартича Хандомиряна. Но вот уже 20 лет параллельно занимается фотографией. И сейчас осознает, что если бы жил в другом городе с иной атмосферой, то, возможно, искусство фотографии обошло бы его стороной. Шуши дает тебе музу. Ты невольно хочешь увековечить мгновения. Я всегда любил говорить. Выхожу на охоту за мгновениями. Шуши заставляет смотреть на него с разных ракурсов. Архитектура, природа, острый холодный воздух. Одним словом, нет второго Шуши. Выставка Владимира с очень символичным названием проходит в Союзе искусств на река Ци и посвящена родному городу. Петерянанг Шуши. Поднимемся в Шуши. Распространенное выражение для жителей Арцаха. Находясь на возвышении, город буквально заставляет подниматься к нему. Но не только физически. Стоя перед белоснежной церковью и вдыхая кристально чистый воздух, осознаешь, что возвысился и духовно. Я не знал, откуда начать. Не мог выбрать фотографии. Не понимал, что представить. Фотографии природы, церкви или портреты. Решил из каждого взять одну или две. Выбрал по собственным ощущениям, близкие по духу фотографии. На выставке представлены фотографии разных лет. Владимир хранил снимки много лет, никогда не удалял их из компьютера. Наверное, подсознательно чувствовал, что когда-нибудь они станут бесценными. Во время 44-дневной войны в Арцахе враг обстреливал армянские церкви. Были нанесены разрушительные авиаудары по собору святого всеспасителя Казанчицоц. После окончания военных действий, когда древний армянский город перешел под контроль противника, купол храма был полностью уничтожен. Затем была разрушена старинная церковь святого Иоанна Крестителя, также известная как Канач-Жам, зеленая церковь. Сейчас в городе продолжается снос зданий и уничтожение армянского культурного наследия. Каждый приходит сюда, чтобы найти свой собственный Шуши за собственными воспоминаниями. Содерцать фотографии Владимира больно и одновременно притягательно. Посетители долго стоят перед снимками и словно против воли покидают Шуши. Снова. То, что Владимир это сделал, эти фото, это остается в истории. Дай бог, как-нибудь какое-то время, может быть, мы тоже вернемся опять сюда. Люди, когда они приходят и видят, они ознакомливаются с этой историей. Это все, что видят. Ну, это как, опять, как факты жизни, что люди там жили, творили. И молодец Владимир, что он это вовремя запечатлел. Сначала планировалось, что выставка продлится неделю, но руководство центра решило продлить еще на одну. Ну, а решился на выставку Владимир тогда, когда друзья, знакомые и особенно шушинцы попросили его об этом. Хотелось бы прийти на выставку и хоть немного утолить тоску по дому, говорили они. Ведь видеть фотографии в социальных сетях одно, а настоящая выставка совсем другое. Я помню, как родилась каждая фотография, и снова проживаю этот миг. У меня внутри ощущение, что там все осталось, как прежде, и я еще увижу. На этой фотографии мой сын. Это был зимний вечер, и освещение в церкви было особенным. Сын все время бегал, но я все-таки получил хороший кадр. Это фото было опубликовано на обложке газеты «Горизонт» в Канаде. Однажды, во время репетиции в театре, я увидел из окна радугу над церковью. Попросил друга поскорее отвезти меня туда на машине, и успел сделать это фото. На этом фото моя тетя готовит приданное для моей сестры. Шуши — это город-крепость, тихо хранящий тысячи воспоминаний. Это не утихающая боль, это рай на земле, ожидающий возвращения своих родных. Шуши — это армянское сердце, биение которого приостановилось, подобно затихшему колоколу под сводами храма. Как объяснил сам Владимир Гебуркян, фотография дерева, проросшего сквозь стену, лучшим образом характеризует две особенности людей, которые еще совсем недавно жили в Шуши. Выносливость и выживание. Это отрицание действительности и уверенность в том, что они опять встретятся. А фотограф снова найдет свою музу и возьмется за создание новых снимков. Дежурные по Еревану. Маргарита Шариманян, Арман Гараджян.